Крупный план. И хотела я спросить. Мы говорим о многих совершенно вещах. Мы говорим о локальных вещах, мы говорим о глобальных вещах, мы говорим о предприятии. Чем отличается вообще Вятич как завод от всего того, о чём мы говорим в других программах? Есть концепция какая-то? Есть, конечно. Она практически сформирована. Когда-нибудь мы её обнародуем. Но если сейчас её озвучить, она звучит как локал бренд. То есть, ну, я не знаю, имеет ли смысл выносить этот локал бренд на этикетку. Посмотрим. Но суть именно в чём. Надо расшифровать, что такое. Ну, это местный бренд, местное пиво. Безалкогольное. Конечно, безалкогольное. Но мы идём фактически против общей мировой тенденции на глобализацию, когда какие-то марки становятся доступны просто везде. То есть, они абсолютно одинаковые, безликие, по сути. И это движение, оно не интересуется судьбой местности. Оно интересуется только глобальными рынками. Вот точно так же, как устроена отчётность у транснациональных корпораций, где Россия занимает 5-3-2%. Маленькую, незначительную. То есть, они не видят, они не интересуются этим рынком. Есть продажи чуть больше, чуть меньше, 0,02% есть. И хорошо. Их мы не интересуем. У Вятича концепция абсолютно другая. Это завод, обеспечивающий эту территорию, эту местность, который востребован в первую очередь здесь. И он всеми силами будет утверждать своё присутствие на рынке, как локальной местной марки. То есть, которые должны знать, должны гордиться, которые должны поддерживать все без исключения. Ну, все не получится, но я думаю, 50% это точно совершенно. Мы этого достигнем, ну, может быть, года за 1,5-2. Эти 50% будем иметь здесь, конечно. 50% людей, которые поддерживают вас. Да, да. Так или иначе. Да. И вот этот local brand, то есть местное производство, которое ориентировано на местных. И вот зелёное безалкогольное средство. Да, вот я хотела спросить, я правильно понимаю, что вот эта история с зелёным безалкогольным, которая хранится очень непродолжительное время, может быть, реализована только на местном рынке, это как раз такой яркий пример, да? Это первый шажок, то есть мы выпустили безалкогольное, конечно же, которое 31 день существует на рынке, это самое короткое. Конкурентов у нас в этом смысле просто нету, то есть есть какие-то робкие попытки там с края, но это ерунда. Вот, конкурентов у нас нету, и это первый шаг. Мы, точнее, первым шагом был, конечно же, опрос, который мы провели впервые за всю историю завода. Мы сделали массированный, настоящий, мощный опрос киновчат. То есть перед тем, как запускать в производство продукцию зелёные безалкогольные, предпочтение людей, которые это зелёные безалкогольные должны попробовать, вы изучили? Мы будем делать, совершенно правильно, мы будем делать в этом же ключе постоянно. То есть выпуск каждого нового сорта... Безалкогольного? Конечно, будет ориентирован в первую очередь на потребителя. То есть мы будем искать способы спросить людей, донести до них, объяснить им, рассказать им, показать им, обеспечить максимально удобную усвою для того, чтобы пробовать, для того, чтобы... И это преследует фактически только одну цель. Мы хотим быть местной маркой. То есть по факту мы так и существуем, любые кировчане знают, Вятич, всё прекрасно, но мы хотим быть местной маркой, которой люди обоснованно гордятся. То есть когда люди понимают, что это действительно вещь, она сделана прекрасно, она сделана качественно, ручки там заточены правильно, мозги там настроены правильно, сырьё там взято правильно, всё очень хорошо. И в этом смысле у нас есть пример немецких традиций, мы о них потом уже ещё поговорим подробнее в связи со Шнейдером, но немецкие традиции означают, пивовар обеспечивает своим продуктом только территорию, вот где на какой-то завод, там он и обеспечивает. Сто раз я повторяю хрестоматийный пример, он ещё с Средневековья, когда он забирался на ратушу, осматривал окрестности, и вот куда его взгляд доставало, ну, примерно... Это его территория. Да, это его территория, всё. Плюс, ещё раз напомню, то, что в Германии существует государственная программа поддержки местного производителя, она заключается, первое, в том, что местный завод платит 50% акцизов, в отличие от транснационалов, которые платят 100%. Поэтому продукт местный на рынке... Пользуется преимуществом. Ну, он даже не преимуществом, в любом случае, как бы ты ни играл с ценами, вот то, что делают транснационалы сейчас здесь, в России, да, они играют с ценами, пытаясь демпингом выжать фактически местных производителей, ну, потом, мы знаем прекрасно, капитализм достаточно суровая вещь, то есть они выжмут местных, потом поднимут цены, всё, то есть это даже не надо... Как обычно и случается, да. Да, это обычная история. То есть, ну, можно предположить, что будет так, да. В Германии этого не может произойти, потому что, как бы ты ни играл с ценой, но при 50% акцизе местное производство всегда будет рентабельным, всегда будет существовать. Оно защищено. Да, оно защищено государством. У нас этого нет, поэтому будем бороться подручными средствами. Владимир, возвращайся к зелёному безалкогольному. В прошлой программе мы говорили, что довольно удачно зашёл продукт. Ну, он... не будем пока пить шампанское, рано ещё, то есть прошёл буквально месяц с начала продаж. Это, конечно, очень короткий срок, потому что в жизни товара всегда существует подъём, пик, и потом спад, и потом стагнация. То есть вы пока анализируете, как это происходит всё? Мы пока идём вверх. Пока вверх. То есть пока мы идём вверх. То есть я не буду озвучивать точные цифры, они достаточно такие приятные. Но суть в чём? Мы сразу одновременно попали в две аудитории. То есть две аудитории разных по возрасту, в первую очередь, людей. Часть из них — это олдовые. Ну, то есть... Да, расшифруем опять же для слушателей. То есть люди, которым там, ну, не знаю, 45, от 45, да? То есть потребители, которые сформировались всё при Советском Союзе, они прекрасно помнят, точнее, скажем так, они ностальгируют по тем временам, когда вот таким был напиток-то наш, вот так он выглядел, пился, вот было счастье-то какое, не то, что сейчас. Они получили то, что было тогда. То есть один в один. Я помню эту историю. Нет, я слышал миллион отзывов уже, на самом деле, причём абсолютно посторонних людей, о том, что какие вы молодцы, вы запустили настоящие. Вот мы видим, счастье-то какое, и оно такое же, как я помню. Это раз. То есть эту часть аудитории 100% мы зацепили. Вторая, к моему тоже, ну, не удивлению, скажем, а приятным ощущениям. То есть вторая часть, вторая аудитория — это люди, которым, допустим, 25+, я слышу тоже этих нескольких отзывов, абсолютно посторонних, никак не связанных с вяческим людей, о том, что в отличие от всего ентово-привозного, вот ентово, как может, вот эта дословная цитата, как пиво якобы из Чехии... Безалкогольное пиво, да? Да, конечно. Со сроком годности год, какое оно может иметь отношение к напитку настоящему, да? То есть это консервант, это неизвестно что. Ну, это напиток, конечно, но это, наверное, и не тот, что в Чехии. Ну, мягко говоря, они не те же самые, что и в Германии, и в Чехии, и так далее. То есть там есть своя хитрость, дело в том, что они безжалостно пастеризуют практически все товары, отправляемые в Россию. Это связано с условиями хранения, с условиями транспортировки в Россию. И с условиями продажи потом. Они перестраховываются. И за счет этого нам, аборигенам, естественно, гонят, ну, как бы оно немецкое, и ГОСТов они не нарушают. Но это не совсем то, что в Мюнхене, ребята. Вот. А эта аудитория 25+, вот эта более молодая, они переходят на зеленое безалкогольное, 31 безалкогольное, потому что оно действительно и на вкус, и на цвет, и на все органолептические показатели. Это настоящее, настоящее безалкогольное, конечно же, пиво. Все прекрасно. То есть мы зацепили две эти дури, как они будут расти, удастся ли нам сделать вот то, что лежало в основе всего этого мероприятия, то есть идея о том, что мы перейдем, точнее, переведем часть населения, по крайней мере, кировского нашего, часть потребителей, чему-то нормальному. Удастся ли нам, началось какое-то движение, насколько удастся, посмотрим. Это время. Нет, это время. Я понимаю ваши опасения, потому что, ну, понятно, что к новому продукту на рынке всегда интерес, да? Вы пока просто, может быть, опасаетесь немножко там, да? Мы увидим, скорее всего, 3-4 месяца. Мы увидим где-то к февралю, мы увидим реальный результат этой кампании. Насколько, да, насколько что. Вот, еще одна история, о которой как раз я говорила, это по поводу того, почему пастеризуется та продукция, которая отправляется к нам, ну, в том числе, там, да, из зарубежных стран, безалкогольная продукция, да? Это история с торговыми сетями, которую мы тоже неоднократно в наших программах поднимали. Это то, что торговые сети, продукт, который не хранится долго, неконсервированный продукт, берут очень неохотно на реализацию. Они не хотят это брать, неохотно, мягко говоря, но там подноготная ситуация немножко другая. Это связка между транснациональными корпорациями, которые, собственно, продавливают свой товар. У них огромные бюджеты, колоссальные деньги. И обороты большие. Нет, самое главное, они готовы терпеть убытки. Ну, в России они могут терпеть их десятилетиями. А зачем им это нужно? Это очень просто. Они контролируют рынок. Да, они теряют. А, вот оно как. Конечно, конечно. То есть они могут ждать долго, долго, пока не выжмут всех локальных производителей с рынка. То есть их мотивация, их подход к делу понятен абсолютно. Может быть, не все так себя ведут? Ну, хорошо бы, конечно, мечтать, но я что-то пока не заметил в движении других. Когда у тебя очень много денег, у тебя появляется саблаза продавить рынок деньгами. Ну, это распространенный самый саблаз. Значит, а в отношении местных производителей... Вот и торговые сети, они играют в унисон, в одну песню, как говорят американцы, поют они. Вместе с транснациональными корпорациями. То есть транснационалы обеспечивают им приток товара, дешевого причем. Плюс они обеспечивают огромные совершенно ретро-бонусы. Это что такое? Ну, мы не будем углубляться, хорошо. Мы не будем углубляться, это просто деньги, деньги, еще раз деньги. Они под всеми возможными способами платят торговым сетям. То есть возможно зарабатывать? Ну, в белую и не в белую, там коррупционную составляющую мы рассматривали. Утверждать мы не можем, к сожалению. Да, 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 не будем, конечно, да. Но ситуация именно эта, то есть они продавливают деньгами. Естественно, наши люди берут это все, все замечательно, все хорошо, потому что они видят крайне низкую цену. А по качеству вот тут вступаем мы, потому что мы просто обязаны держать марку именно по качеству. Не все понимают, что вятич это в первую очередь качественный товар. Даже не будем обсуждать мифологию, которая вокруг завода и его продукции. Но это, во-первых, мифология. Безалкогольной продукции. Да, она развеется, эта мифология, я думаю, год-два-три, и люди поймут, с чем имеют дело на самом деле. Но мы будем, вот начинали с локального бренда. Вот локальный бренд – это качество, ориентировка на местное, и это как раз противодействие движению транснациональных сетей. Владимир, я вот хотела уточнить. Вообще, на мой взгляд, местные власти и федеральные власти, и федеральные какие-то структуры на местах, например, налоговые, должны же быть заинтересованы в поддержке локальных производителей, вы же налоги платите. Тут загадка для моего слабого мозга, вязкого уже, да, в том плане, что каким образом налоговая, вот она щипает всеми способами мелких предпринимателей, вытаскивает эти копейки, там, 10, 20, 30, 50 тысяч, там, какие-то наплаченные налоги, там, какие-то проверки, через сбоку бантик. В тот же самый момент мы открываем прибыль торговых сетей, она составляет мульярды, миллиарды рублей, огромные прибыли, огромные прибыли. Но возникает вопрос. Там же наценочка, ребята, вы когда заходите в пятерку или в магнит, вы должны отдавать себе отчет, что наценка в них это 50-80% от стоимости товара. Ну, это сложно, наверное, подтвердить без документов, да? Или это возможно, это все зафиксировано? Это возможно, это все фиксируется. Достаточно взять за любой завод отпускную цену, и, ну, это, конечно, отпускная цена коммерческая тайна, на самом деле, но ее можно найти, и завод может предоставить. Вот отпускная цена на товар, а вот цена на товар на полке этой сети. Вот, то есть ты фактически платишь каждый раз 50% ты плачешь торговой сети. Но к ней нет никаких претензий на налогов, ничего нет. И еще одна глобальная проблема, вот я тут ее коснусь все-таки, это у Вятича огромный совершенно потенциал, мы чуть подробнее успеем еще на нем сказать, огромный потенциал, но на пути его реализации, и ладно, Киров мы, конечно, 50% обеспечим, год-два-три мы займемся этим, то есть и выпуск новых сортов, и правильная политика, это все сыграет свою роль, и мы этого достигнем. Но у нас есть окрестные регионы, где, собственно говоря, нас ждут, потому что в большинстве из них, там, за исключением парочки, у которых еще остались какие-то свои производства. Локальных брендов не осталось. Да, совершенно правильно. На рынке напитков именно. Да, мы прекрасны, по привозковому федеральному округу мы явно можем расшириться. Проблема в том, что расшириться мы можем только, если наш товар представлен в магазинах. Ну, я понимаю, мало того, это должны быть гарантированные какие-то уже связи налаженные, потому что если у товара, если мы говорим, например, про зеленый безалкогольный короткий срок хранения, то это должна быть полка, куда вы сразу же встанете. Ну, смотри сюда. Четыре часа езды, по-моему, до Ижевска, если я не ошибаюсь, да, то есть Удмуртия, под Воком, рядом. Да, мы можем туда войти мгновенно совершенно, за исключением одной маленькой детали. Никакой сетевой розницы, которая бы там сохранилась, нету. Там они вся уничтожены, она под магнитом, под пятеркой. А, там только федеральные бренды остались. Федеральные еще, слава богу, еще что-то есть, и довольно прилично. А там этого нету. Там все продано, перепродано, и на мелкую розницу входить туда бесполезно. Ты никогда не окупишь проект. И вот это опять вопрос магнит, пятерка и так далее. То есть мы опять упираемся в сети веков. Мы упираемся в сети. Любое движение продукта упирается в сетки. Вот с сетками будем работать. Я уверен, вот, ну, это моя немножко такая паранояльная уверенность в том, что мы этого добьемся. То есть, ну, мы этого добьемся год, два, три тоже. Но это, получается, уже не на местном даже уровне надо добиваться. Это надо на федеральном уровне как-то делать. Конечно, конечно. Мы будем искать любые способы для того, чтобы двинуться хотя бы в привозке конфедерального. Ну, это отдельная песня, отдельный разговор, но я не буду считать. Год, два. Да, год, два, три на самом деле. Потому что я рассчитываю, что мы выйдем на какой-то действительно серьезный уровень. То есть это будет по классу мы федеральная компания. Это значит, я думаю, что по всему остальному мы станем. И я думаю, что к 2023 году, когда мы будем праздновать 120 лет завода, мы что-то уже будем из себя представлять и на этом уровне. Вот. Хотелось бы немножечко все-таки внести в нашу программу немножко оптимизма. Да, и поговорить о хорошем, о чем-то. Мы в прошлой программе и в позапрошлой программе поднимали тему юбилея. А, шнейдеровский юбилей. Да, 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 да. 150 лет ему в следующем году. Совершенно верно. Не помню, кто заметил. Карл Отто Шнейдер. Да, очень точно заметил, что Шнейдер у нас одногодок с Владимиром Ильичем Лениным. Да ладно. Конечно. Как-то я не зафиксировала. Владимиру Ильичу в следующем году 150, и нашему основоположнику Карл Отто тоже 150. Но мы, не знаю, будут ли ставиться, я очень надеюсь, что нет, потому что и так хватает памятников Ленина в Кирове. Надеюсь, что не будет еще у нас Владимира Ильича, хватит больше. Но памятник Шнейдеру появится. То есть уже вот с утра буквально звонили, скульптор созвонила с вопросом, может быть, заказ уже можно оформлять. А, то есть все уже, прямо совсем все готово. Нет, мы это будем делать сто процентов. Мы колеблюсь между организацией конкурса или все-таки действительно заказом. А, вот как пока. То есть пока непонятно, будет конкурс, про который мы тогда говорили. Да, будет ли конкурс, скорее всего, будет конкурс. Это как-то и демократично, и интереснее. Интереснее. Владимир, если будет конкурс, какие люди какого возраста могут участвовать? Вот с того момента, как ребенок способен взять в руки кисть, карандаш. Ну, давайте все-таки тогда 6+. 6+, совершенно. Да, я думаю, что некоторые вонуркины и раньше, но будем 6+. Вот, начнем вот этот конкурс. Фестиваль. Памятник мы поставим у завода, мы уже говорили. И там можно будет фотографироваться. Да, да, это будет достопримечательность Кирова, Кировской области. Заходите. И фестиваль, тот же Шнейдеровский, мы его будем проводить. На тему того, кого мы именно привезем на фестиваль, большие сомнения. Почему? Неделю, две недели назад мы говорили про Рамштайн, возможно. О, вот Рамштайн, я... Вот знаешь, как это, почти колхозным голосом надо сказать таким просторечным. Хочу Рамштайн. Вот, хочу. Я хочу Рамштайн. Это факт. То есть, понятно, что стоимость привоза в Киров Рамштайн, она... Ой... Ну, она начинается, если я правильно помню, от 700 тысяч евро. Ну, где-то вот такие деньги, да? То есть, это так... Это какие-то совсем нереальные деньги, по кировским меркам. Да, это очень хорошо, это очень прилично. То есть, я не знаю, хватит ли у нас пороху в этом году это сделать, большой вопрос. На самом деле, на самом деле, я думаю, год, два, три мы выйдем на нормальный объем и сможем это делать. То есть, вот, что мы будем делать в этом году, большущий, большущий вопрос. Может, нам удастся... Но фестиваль будет, в любом случае. Может, нам удастся с Рамштайном договориться подешевше. Неизвестно. То есть, переговоры... Переговоры не начат, и мы думаем, но это решиться на такие траты, это серьезно. Я понимаю, Владимир, мы должны напомнить нашим слушателям, что фестиваль все-таки 18+, будет, наверное, да? Ну, я думаю, а почему 18+,? Нет? Музыку можно слушать, по-моему, раньше. Вот Рамштайн как-то вот... Рамштайн, слушай, давай поставим... Хорошо, давай поставим 18+. Пусть будет 18+, а дальше уже пусть родители решают, могут дети или нет. Вот. Ну, металлика, можем металлику привезти, можем пингфой. Мне кажется, не очень большая разница именно вот в затратах. Да, да, это уже один уровень, примерно. Надо будет понести, да. Вот, но мы их сможем понести, я думаю, все-таки. Я очень на это надеюсь, потому что самая разумная трата денег — это сделать что-то такое, что люди не забудут. Никогда. Да, совершенно правильно. Потому что привоз Рамштайна в Киров — это бомба однозначно. Вот. И... Но есть еще приятные вещи, которые уже точно состоятся. А, ну ты имеешь в виду премиальный сок. Конечно, конечно. Ну, русский... Русский имперский стаут безалкогольный. Подчеркиваю, я его выпил очень прилично, делали варку. Значит, прекрасный совершенно русский имперский стаут безалкогольный, естественно. Мы его выпустим с космической ценой в 240 рублей. Но найдем способ порадовать кировчан и дать им возможность попробовать этого напитка абсолютно бесплатно. Мы это все придумаем, сделаем и так далее. Это не... Это во время фестиваля будет или нет? Нет, нет, нет. Я думаю, раньше. Другое. Но мы, по крайней мере, покажем кировчанам, что такое настоящее немецкое качество, которое наш основоположник Карл Уотташнейдер внедрил на заводе. Вот. Все это к юбилею. Да, и экскурсии там поменяются на авиачи. Там ограничения сколько нас... Ну, 18 люди поставим, чтобы не очень... Да, ну, 18 плюс ограничения по вашим экскурсиям. И есть экскурсии, я так понимаю, на которых рассказывает провятский квас? Нет, провятский квас, да, есть. Но там, я думаю... Там, наверное, 6 или 12 плюс. Ну, как-то так, да. Вот. Что мы еще хотели бы... Так, вот, возвращаясь все-таки к тому, что позволило бы вам год, два, три и вести переговоры с группами такого уровня, как Металлика Рамштайн и прочее. Я так... И возвращаясь к серьезной теме с налогами связанной. Ага. Да, и с поведением на рынке. Все-таки я так понимаю, что несмотря на все вещи, о которых мы с Владимиром говорим в этой студии, да, о том, что локальный бренд это важно и прочее, федеральный рынок это тоже, ну, такая достаточно амбициозная задача. И вы ее перед собой ставите. Смотри, у нас... Ну, вот этот момент мы дожать, как бы дообсуждать еще не доделали. Но я сторонник того, чтобы мы строили завод в Питере, строили завод в Москве и снабжали бы напитками уже непосредственно регион. А, ну, то есть для них это все-таки будет локальный бренд в том смысле, что предприятие будет располагаться в их регионе. Да, конечно, конечно. Рабочее место там, налоги там, все будет существовать там. То есть каждый регион имеет право на своего собственного производителя. Если это будет, все будет делаться вятичем двумя руками за. Мы не против того, чтобы все это делалось вятичем. В каждой области. Сейчас мы платим... Ой, боюсь ошибиться в цифрах. Мы платим больше всех местных. Мы первые здесь по налогам. И нас перебивает только как... Я имею в виду пищевая продукция. Нет, почему? Вообще? Почему это? Анечка, да ты что? Так, ну вот. Я давно отчетность не смотрела. Это совершенно удивительно. То есть вот люди как-то не очень хорошо понимают. Когда я объясняю, что 33 рубля с каждой бутылки вятича... Безалкогольного. Акциз, который уходит в бюджет Кировской области, это, извиняюсь, ваши дороги, ваши больницы, ваши детские сады. Ребята, когда вы покупаете вятич, вы кладете себе в карман деньги, которые идут на вас. Мы платим примерно 3% от общего бюджета Кировской области. Это миллиард 200. Больше нас платят Газпром, РЖД и, по-моему, Забербанк. Но, я извиняюсь, РЖД... Уралхим, по-моему, еще есть. Нет, 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 меньше. Меньше, конечно. Так вот, эти ребята, я извиняюсь, вроде бы с юрисдикцией не в Кирове. То есть они здесь платят не большую часть налога, а мы платим практически все здесь. То есть по уровню налогообложения, по уровню... Как налогоплательщик, мы первые однозначно. Если мы вырастим... Я рассчитываю, что мы вырастим... Ну, это мои амбициозные шапки закидать скейпланы. Я думаю, что мы вырастим раза в 4. То есть за эти 3 года мы вырастим. По объему выплат. Да, да, да. По производству, естественно, автоматически по объему выплат. То есть когда мы будем закрывать, допустим, 10-15% бюджета, ну, я думаю, совсем будет интересно, просто прекрасно. Вот тут вопросов даже... Это не просто городообразующие предприятия. Регионообразующие предприятия. Это что-то вообще невероятное. То есть, ну, я думаю, что... Но для этого вам надо двинуться дальше. А мы двинемся. Я не сомневаюсь на секунду. Мне нравится обстановка на заводе. То есть о количестве косяков и сложностей это можно рассуждать часами. Но главное то, что у всех людей есть понимание того, что мы должны прийти к результатам, которые примерно в несколько раз превышают то, что у нас есть сейчас. Есть потенциал, есть возможности. Есть рынок, есть задел. Все. Осталось как за работу товарищей. А переговоры на федеральном уровне, если мы говорим Петербург, Москва, об этом говорить еще преждевременно? Это преждевременно. То есть вы еще пока даже не заходили туда. Это преждевременно, потому что... Это будет решено в феврале приблизительно. Мы решим это в феврале и тогда обнародуем, конечно, конструкцию. Все это, да. Нет. По федеральному уровню вопрос очень простой. То есть мы должны... Прошу прощения. Мы должны наращивать свое присутствие в окрестных регионах в первую очередь. Мы это получим. Мы получим через то, что мы добьемся от торговых сетей более лояльного отношения. В течение года и двух, да, мы говорили об этом. Год это не выйдет. Я думаю, года два примерно. Но раз... То есть это привожки федеральные. Плюс мы будем выходить, конечно, на федеральный рынок. Но я думаю, это года через три примерно. Так объективно получится. Вот такая примерно у нас конструкция. Такая картина вырисовывается. Рамштайн, Металлика, Пинкфоид. Мы привезем их. В следующем году, когда будет праздноваться юбилей Карла Отто Шнейдера, может быть, и нет? А вот как только... Вот как только, так сразу. Потому что как только мы выходим на рынки соседних регионов, то есть и увеличиваем объем хотя бы в полтора-два раза, все, можно говорить о том, что Рамштайн приезжает. Если в следующем году Рамштайн не приезжает, то вместо Рамштайна, я так понимаю, что будет какая-то другая хорошая программа. Нет, мы, конечно, придумаем что-нибудь. Ну, вы люди креативные, я не сомневаюсь. Ну, поскромнее чуть-чуть, да, чем Рамштайн. Возвращаясь еще к одной такой важной теме, о которой мы тоже как-то упоминали, это уголовное дело. Что происходит вообще с уголовным делом? Вообще можно сейчас об этом говорить? Я не знаю, мы тайну следствия тут не раскроем никакую. Мы никакой тайны следствия не раскроем, просто потому, что я, например, и не знаю. То есть я не знаю точно, какие следственные действия проводятся, что там происходит. По идее, вроде бы должны они делать экспертизы документов, которые изъяли. Ну, это вот как бы внутренние проблемы. Вас не извещают никак пока? Нет, нет. Я, по крайней мере, совершенно не знаю, что происходит. То есть никаких новостей особых не поступало. Там ерунда всякая. Там кого-то позвали на допрос, кого-то отпустили с допроса. Это так, дежурные вещи, следственные мероприятия какие-то проводятся, мне кто-то говорит о них. Но в ноябре вышла прекрасная совершенно статья, по-моему, в Форбсе, где методично, спокойно объяснялась позиция товарища Сиванова, который у нас министр экономики, если я правильно помню. Они внесли поправки в том, чтобы статьи 193 прим, их просто убрать. Это то, что вменяется как раз, да? Это вот то, что вменяется в ящу. Разговор о том, что, по словам Сивуанова, эти статьи являются пережитком. Ну, тут Верховный суд недавно встал на сторону ребят, которые тоже по 193 там проходили. Вот, по амнистии капиталов, по валютным операциям, по всем этом. Он заявил, что это недопустимо использовать в суде. А Сивуанов предлагает эти статьи вообще убрать, то есть декриминализировать полностью, потому что это архаика, это тормозит бизнес, ну и вообще как бы не очень умно. Вот, то есть и очень может случиться так, что кировские правоохранители попадут в смешную ситуацию, когда вот эта многомесячная работа, она просто будет отменена в Москву. Ну, то есть она будет ненужной уже, получается. Там анекдот в том, что как только они отменяют эти статьи, эта отмена имеет обратную силу. То есть все дела, которые заведены по 193-й... И расследуются сейчас, да? Да, они просто закрываются автоматически. Все. То есть, ну, настаивать, убеждать. Ну, перед пресс-конференцией мы еще раз, вот, к Путину я поеду, там, 19-го декабря, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. А, вот сейчас, 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 да-да-да, сейчас поподробнее. Нет, подробнее очень просто. То есть я, естественно, не могу 100% сказать, что я аккредитован. Ну, а заявка отправлена. Ну, понятно. Но я, узная об этом 13-го, и как по-прежнему сотрудник газеты, репортер, между прочим, то есть я спокойно совершенно поеду к Владимиру Владимировичу. Вот перед отъездом мы как-нибудь сверим часы по поводу этого дела всего. То есть что происходит, как просто происходит, на что нам надеяться. Ну, где-то вот так, наверное. Понятно. А по поводу пресс-конференции я бы хотела еще поговорить. Ну, во-первых, возрастное ограничение, как мы в прошлой программе упомянули, ноль плюс. Ноль плюс, я думаю. Ну, а ноль плюс. Мне кажется, все граждане России, мы же говорили об этом, да, должны иметь возможность обращения, там, да, ответы на вопросы нашего президента. Слушай, а ограничения на посещение церкви возрастной есть? Мне кажется, что нет. Тоже мне кажется. Тоже мне кажется, да, без возрастных ограничений. Это скрепа, я считаю. Вот, возвращаясь к конференции Владимира Владимировича, на которую ты аккредитовался, да, и ждешь сейчас, ну, точнее, отправил заявку, да, и ждешь сейчас аккредитации возможной. Все-таки есть какой-то спектр вопросов, с которыми ты доедешь или нет? Можем его озвучить хотя бы коротко? Нет, мы озвучивать его не будем, потому что у меня есть... Ну, хотя бы сферы. Ни в коем случае. Нет. Потому что я всегда придерживаю принципа, то есть то, что знают двое, знают и свинья, да, то есть поэтому я никогда не озвучиваю вот реальных вещей, с которыми я собираюсь выступить, и реальных вещей, которые собираюсь делать. То есть я даже предполагать не могу, что вопрос про федеральные сети там может быть задан. Нет, смотри, начинаем с предположения. Конечно, предполагать можно. Можно предполагать вопрос про федеральные сети, про фастфуд, который... Этот самый, господи. Бургер Кинг грозился нас поставить еще весной. Восы ныне там. Здравствуй, Бургер Кинг. Нельзя ли как-то посодействовать? Макдонец вообще ведет себя по-хамски, не отвечает на письма. Но вот, может быть, пора что-то сделать. То есть я общепитит тоже федеральный сетевой такой, да? Несговорчивый. Но вопросов очень много еще раз. То есть наступает, если очень везет, потому что сам себе возможно задать вопросы Вадима Вадимовича, это крайнее везение. То есть мне это удалось... Я помню. Да, мне это удалось всего лишь дважды, да? Ну, то есть удастся ли это в третий раз, никто не знает. Но момент, когда задаешь вопрос, ты ориентируешься на три вещи сразу. На Вадима Вадимовича, который обсуждает вот это перед этим, как он себя ведет, на что он акцентирует. Ты понимаешь, что этот вариант зайдет, этот не зайдет. Ну, что уместно, что неуместно. Да, по отношению к нему. Второе, атмосфера в самом зале, настроение, тема, которая поднимается. Ты понимаешь, что если у тебя кто-то там в прошлый раз там вопрос по национализму, в первый раз там перехватывал Собчак, допустим, то есть ты автоматически выключал этот вопрос. То есть ты выбираешь вопрос, ориентируясь на себя, на внутренний набор, который у тебя есть, на Вадима Вадимовича и на зал, публику, атмосферу. Вот когда и только тогда ты понимаешь, что ты сейчас спросишь. Какой именно вопрос ты задашь? Когда тебе дадут микрофон, ты поймешь. Все. Ну, мы будем надеяться на то, что представителю нашей области удастся все-таки задать вопрос президенту. Я тоже хотел бы еще раз. Я с ним люблю разговаривать. Верю. 13-го числа станет известно. 13-го числа будет известно. Есть аккредитация или нет? Благодарю Владимира Маматова, пресс-секретаря завода Вятич. Программа Крупный план на это завершается. Радио суши с ним тоже удачи. Да, мы прощаемся. Всем до свидания. Крупный план.